В сегодняшнем обзоре ответим на часто задаваемые вопросы по давно завоевавшим популярность мериносовым артикулам Full, SoftWool, Меринос 100%, Jolie и Меринос 12. Вся пряжа изготовлена из одинакового по качеству сырья и разнится друг от друга толщиной крутки и цветовой гаммы. Меринос – пружинистая нить, идеальная для всевозможных оранов, кос, узоров, ажурных дорожек. Своеобразная крутка нити добавляет полотную упругость. Полотно из мериносовой нити такого типа будет более пружинистым, чем, скажем, из пряжи ире, сложенной самостоятельно. Нить ложится фирменным ребрышком в полотне, образуя узнаваемую красивую петлю даже в глади. Нить не пеленгуется, изделие долго сохраняет прекрасный вид, абсолютно не колется, не раздражает кожу и не вызывает аллергию. Рекомендуем даже на изделия для новорожденных. Нить шлифованная, не имеет ворсинок. Пряжа джулиф в 50 граммах 175 метров вяжем спицами 2-2,5. Крючок 1,7-2. И получаем тонкое полотно. Она предназначена для изготовления изящных необъемных изделий. Пряжа меринос 100% классическая толщина в 50 граммах 125 метров. Вяжем спицами от 2,5 до 3 резинки, от 3 до 3,5 полотно и крючок 3-3,5. Именно такая толщина полотна считается классической. Полотно не слишком тонкое и не слишком объемно. Это золотая середина. Не увеличивает в объеме и грин. Пряжа фул и софт в 50 граммах 90 метров вяжем спицами 3,5-4. Крючок 3,5-4. Относится уже к объемным видам пряжи, особенно популярна для изготовления мужских свитеров, шакетов, шапок, шарфов и снудов. Пряжа меринос 12 в 100 граммах 125 метров вяжем спицами от 4,5 до 6. Зависит от индивидуальной плотности вязания. Крючок то же самое. Относится к очень объемным видам пряжи. Это новинка сезона 2016 и создана по требованию моды на очень объемные изделия. Популярна для изделий домисезонных пальто, свитеров, жакетов, жилетов, шапок, шарфов и снудов. Рекомендуем только ручную стирку и вертикальную сушку. Знайте, что при стирке мериносовое полотно в воде становится очень мягким и бесформенным. Создается впечатление, что изделие расплывается, как бы увеличивается в объеме. Но это иллюзия. Важно правильно разложить изделие для сушки, не растягивая и по мере высыхания нить сжимается и изделие приобретает прежний вид и размер. Даже если чешуйки краски отходят в воде при стирке, окрашивая ее, изделие никогда не линяет, сохраняя яркость окрашивания.